Разве бывает что-то прекрасно или безобразно само по себе? Что нравится человеку, то для него и прекрасно. Между прочим, низкая мудрость. Народа. На самом деле это очень знаменитое аниме. Оно, по-моему, идет на канале 2G2 даже. Но мне нравятся только первые сезоны, там первый, второй, может быть, третий. Потому что там дальше очень затянуто. Речь идет о ниндзе. Как они там, главный герой, конечно, наполовину мальчик, в котором запечатан дух лисы. Демона лисы. И он растет в деревне ниндзя. И то есть мы наблюдаем, как он учится в школе, получает там стаю. Там очень много юморных ситуаций. На самом деле, люблю его. Также обожаю Инуяшу. Там тоже есть некоторая такая немножко затянутая. Но, в отличие от Рута, мне все серии нравятся. Потому что речь идет о японской демонологии. Я обожаю. Когомы, главная героиня, перемещается в прошлое и заводит дружбу, и не только, с демоном псом. Что-то у нас сплошные животные идут. По имени Инуяши. Ну, и там развиваются всякие события. Они встречают на своем пути друзей, с которыми продолжают переживать все свои приключения. И я поклонюсь в последней серии. В последних нескольких серий там. Вообще. Также, как любительница шахмат, как ночь шахматиста, гроссмейстера, я люблю аниме Хикарону Го. В центре аниме стоит игра под названием Го. Это не шахмат. Если сравнивать с какой-то настольной игрой, знакомая русским, скорее похоже на шашки, но гораздо сложнее. Я пыталась понять, как играть, но так и не смогла. А я ведь очень трудно играю в шахматы. Ханни Анклава. Метакливер, по-моему, приводится. Это такое обыденное аниме у студентов художественного колледжа. Очень смешное, очень юморное, но там есть и такие грустные нотки. Вот такое. Нано. Существует и аниме, и дорама. Я обожаю и то, и другое. Две девушки с одинаковым именем случайно встречаются в поезде. Одна воплощение стиля классика в одежде. Вся такая романтичная, какая-то воздушная, чувствительная, трогательная. Ну, прям. Вот. А другая такая рокерша там, вся где-то в чёрно, в кожу. У неё красная помада ярко, смоке айс. Она играет на гитаре. Состоит в группе, то есть... И они так получают, что они впоследствии совершенно случайно. Хотя мы знаем, что в этой миле и что не случайно. Они... Они становятся соседками. И тут такое начинается. Lovely Complex. Это тоже есть и аниме, и дорама. Я люблю и то, и другое. И то, и другое. Очень замечательно снято. Собственно, о чём это фильм? Это фильм о двух школьниках. Один из них парень, метр с кепкой, а другая дымда. Они начинают испытывать чувства друг к другу. Но не способны в этом признаться. Потому что это как-то вот комплекс любви. Lovely Complex. Our High School House Club. Это... Аниме. Есть и дорама, но дорама мне очень нравится. На сегодняшней школе есть клуб красивых мальчиков. И они принимают свою ввиду, как ни странно, девочку. Но выдают её за мальчика. И... На самом деле, для Яния способна обвязать этот сюжет, чтобы с тобой он был... Это только смотреть, потому что я слишком классноязычна для того, чтобы предать всю особенность, всю неповторимость этого аниме. Это только действительно смотреть. Но он очень смешной и очень позитивный. Фушиги Юги, тоже аниме. Приводится как таинственная игра. Девушка из современного мира переносится в древний Китай. Становится главной жилицей, которая должна найти хранителей главных. И, собственно, об этом аниме. Это... Самая... Это история о любви. То есть, я такой романтичной истории ещё не видела. Лавхина одно из моих первых аниме было. Поэтому я очень его люблю. Но сюжет очень распространённый. То есть, мальчик оказывается в сытнике. То есть, он уже... Получается, что он живёт в женском общежитии, так как он племянник хозяйки. И все девочки в него чуть-чуть влюбляются. Одна больше, чем остальные. И из-за этого происходят всякие коллизии. Там есть семистические моменты. Немножечко так, в некоторых сериях. Но в основном такой бытовой сериал. То есть... Не магия. Не мэджик. Очень забавный. Следующее, чем я хочу назвать дораму, называется, как нужно быть честным. Это дорама от Виттери. То есть... Твиттер тянет. Они все живут в Токио. И они через Твиттер знакомы друг с другом. И однажды решают встретиться. Что из этого получается, мы видим в дораме. Продюсирование Нобута. Один из... Тоже дорама. Одна из моих самых-самых любимых. Это школьная дара. Ну, мы знаем, что в каждом классе, в каждой школе есть какой-то аутсайдер, белая ворона. Есть она, конечно же, и в японских школах. И вот один популярный мальчик со своим другом хотят сделать из такого вот аутсайдера девушки по имени Нобута, понимаешь, да, уже, популярную личность. И множество действий для этого производят. Очень увлекательная, действительно, дорама. Очень смешная, позитивная. Рекомендую. Очень люблю Гокусе. Тоже дорама. Но мне нравится только, пожалуй, первый сезон. Ну, грубо говоря, тоже школьная. И вообще очень люблю школьные дорамы. Это школьные дорамы, в центре которой стоит учительница. Это непростая учительница. Она из клана Якудзи. Из мафии. Она не хочет участвовать в этих делах. Но при этом у неё есть соответствующие способности. То есть она может жить КИЯ! всех положить. Но она хочет действительно искренне от всего этого отрешиться. Она хочет быть гениальным учителем. И ей дают очень-очень сложный класс. Очень трудных подростков ей дают. И, собственно, грубо говоря, сериал о том, как она с этим справляется. Очень любопытно. И ничего интересного. И последним я хочу назвать сериал Цветочки после ягодок. Снова школьной дорамы. Очень богатой школе, в которой часто столько богатей. Есть ну, клан не клан, компания людей, их четверо, по-моему, которые всем заправляют в школе. Никто им не смеет пелечь, и даже директор. Они, естественно, являются самых богатых людей в Японии. И вот в этот колледж, в эту школу попадает стипендианка. То есть она сама бедная, но попадает в эту школу только благодаря своим отличным оценкам. И она единственная из всех, кто смеет противостоять вот этой вот банде. И главный из них пораженный этой отвагой, удивленный, но никогда этого не встречал, начинает за ней бегать. Она от него. Он пытается ее купить, а она никак. Вообще, вот такая дарама. Это все. Хороший фильм в тебе. Пока.